Всем привет! Вы на канале GameDop. В игре Warhammer Odyssey вышло обновление 1.0.4. Я уже немножко почитал, что в этом обновлении изменилось и что я могу сказать. Обновление совсем небольшое, что-то где-то подправили, что-то где-то добавили по мелочам, но глобально ничего в игре не поменялось. Но здесь разработчики пишут, что они готовят большое обновление с новым контентом. Контента мало. Я вот на данный момент прошел все возможные квесты, которые я смог пройти. Есть квесты, которые я не могу пройти, потому что герой не прокачивается. Квестов мало, чтобы герой прокачивался. До прошлого обновления прокачка была быстрее, и кто-то там успел прокачаться, те прокачались, а кто не успел прокачаться, те как я. Чтобы новые квесты выполнять герой не прокачан, а чтобы качаться нету квестов. Есть повторные квесты, которые можно много раз выполнять, но за их очень мало опыта дают. Поэтому я ждал новое обновление. И давайте сейчас вместе посмотрим, что с этим обновлением у нас добавилось, изменилось и так далее. Информацию о обновлении я перевел через переводчик, поэтому могут быть и неточности. И плюс здесь есть английские слова, английские названия скиллов, которые скорее всего, что я неправильно буду читать. My English is very, very хорошо. Начинаем. Классы. Вичхантер. Уменьшили время оглушения и увеличили время восстановления. Кто играет данным классом, для него это плохая новость. Flory Schink Strike. Больше не будет расходовать Марк, если вы промахнулись. Марк это, я так понимаю, метка. И это хорошая новость для тех, кто играет за Вичхантера. Следующие новости по Warrior Priest. Начальный баф на броню и на здоровье защитного благословения был немного уменьшен. Я думаю, это, конечно же, плохая новость для престолов. Но нужно понимать, что разработчики пытаются сделать сбалансированные классы. Из-за этого они постоянно где-то что-то нерфят, где-то что-то улучшают. Немножко от темы отойду и скажу, что я думаю о своем классе. Я играю за инженера. И, наверное, это самый паршивый, самый слабый класс на данный момент в игре. Потому что я вижу, как бегают эти пристыги. Маги. Воины с топорами бегают. Они этих мобов рубают на раз-два. Я? Я так не могу убивать мобов. У меня слабенькая броня и маленький урон. Поэтому хай всех нерфят. Хе-хе-хе. Ладно. Читаем дальше. Длительность бафа Protective Blessing была увеличена. Улучшили заклинание Blessing Enhanciments. Что за название? Улучшили заклинание Blessing Enhanciments. Как улучшили, я не понимаю. Переводчик непонятно перевел. Fortitude. 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 Короче, я название этих скиллов не могу просто выговорить. Какой-то баф. У него понизили броню и здоровье. Понерфили. Дальше. Blessing of Fortitude. Повысили время длительности. Тут еще просто переводчик. Умение было немного расширено. Что такое умение было немного расширено? Наверное, радиус действия был расширен или что? Почему я в школе английский не учил? Следующий класс. Архимах. Infusing Bolt. Теперь восстанавливает энергию цели в зависимости от урона, который получает Мах. И все. По инженеру ничего не сделали. Хотя инженер меня интересовал больше всего. Я хотя бы в нем разбираюсь. Так. Дальше изменения по заданиям. По квестам. И здесь написано, что стрелка теперь указывает на основной сюжетный квест. Так это же было в прошлом обновлении. И это хорошо запомнил. Они опять то же самое написали. Предметы квеста в долгом пути больше не будут использоваться для быстрых путешествий. Увеличили количество предметов, которые нужно собрать для различных квестов. О, кстати, у меня был один квест, глюченный, баганный. Там нужно было собрать 5 лепестковых. 4 собираешь, а 5 не появляется. Я квест удалял, брал заново. Опять собирал 4 лепестка, 5 не появлялся. Я квест удалял, брал заново, собирал 4 лепестка, 5 не появлялся. После этого обновления я в игру уже заходил, и 5 появился, я тот квест уже выполнил. Читаем дальше. Предметы, которые нужно было подбирать для различных квестов, возрождаются быстрее. Это хорошо. Появился новый квест на локации Drag Vault Forest. Я его пока что вроде бы не замечал. Надо будет более внимательно посмотреть пойти. Повторные квесты теперь дают только опыт. А раньше еще и серебро давали. NPC. На локацию Westland добавили кузнеца, который может вещи ремонтировать. О, а дальше интересно. Предметы. Повысили шанс выпадения замечательного снаряжения. Только я не помню, это розовые или синие шмотки. Я могу конечно ошибаться, но вроде бы замечательное снаряжение это розовое снаряжение. И вот шанс выпадения подняли. Это хорошо. Добавили больше мобов, необходимых для определенных квестов. Увеличили урон от дот эффектов стихийного урона. Солдат Толдзен научился использовать пистолет во время дуэли с игроками. Сбалансировали здоровье темных эльфов на локации Westland. Ну что сказать. Мне и так сложно убивать мобов. А судя по тому, что я прочитал, теперь еще сложнее мне будет. Увеличили возможность масштабирования карты. Теперь вы можете выбрать количество товара при покупке товаров в магазине. Не понял. Раньше что нельзя было? Как же оно непонятно перевело все. Это кошмар. Просто кошмар. Отключили двойное касание для проверки. При нажатии на игрока. Чтобы упростить выбор союзника во время боя. Я не знаю, что это значит, поэтому читаем дальше. Исправили ошибку, из-за которой игра зависала на iOS. Настройки графики теперь стали более понятными. Исправлена ошибка, из-за которой токен доступа не действовал. В настройках теперь можно поставить 60 FPS. Это надо проверить. Чтобы играть в Warhammer Odyssey требуется iOS 14 версия или выше. Исправление в тексте. Улучшение визуальных эффектов. И много еще различных мелочей, которые не сильно то и влияют на игру. Исправлять, конечно же, это все нужно. Но игроки ждут, самое главное, это новые контенты. Хотят подземелье. Хотят какое-то интересное PvP. Какие-то арены хотят. Много чего хотят. Потому что в игре, по факту, кроме квестов делать больше нечего. Люди скучают и ждут более больших, более глобальных обновлений. А это просто маленький-маленький патчик такой. Я приношу извинения за свой великолепный английский. Ну, шо е, то е. Вот такое вот и видео получилось. Спасибо за внимание. Надеюсь, следующее обновление будет более интересное и более глобальное. Все, всем пока. Ба-бах. Субтитры сделал DimaTorzok